Сегодня я на тупо на моё мнение покажу, какой, по моему мнению, самый сильный титан с Годзивилой. Начинаем! И на пятом месте у нас Гнус. Да, Гнусы, они, конечно, сильны, но не настолько, поэтому пятое место. Но их, в общем, их-то сила в том, что они могут размножаться и они дерутся вместе. Они семейные такие, они мне нравятся, они милые титаны. Они с самого первого раза приглянулись Гнусы. Ну и да, их, в общем-то, сила в том, что у них ещё есть все лапы, которые колят. У самца крылья, а у самки более большой размер. Ну, как я сказала, в общем-то, их сила в том, что они размножаются хорошо. И то, что они как бы действуют вместе, и то, что даже Годзилла в фильме 2014 года не мог им противостоять. Хотя это был не частный бой, потому что Годзилла был один, а их двое. И в некоторых моментах даже Годзиллу жалко было. Ну, мне Гнусов тоже жалко было, что они такие хорошенькие, миленькие. А так, переходим к четвёртому месту. На четвёртом месте у нас расположился Родан, огненный демон. Его сила заключается в том, что он очень быстро летает. Ну, что-то, ну, летает, короче. И может из крыльцев их делать огонь. Ещё показалось то, что Родан очень вынослив. И он всегда будет, он будет лететь за той, за теми гадами, ну, люди, то, что его разбудили, не дали ему до конца проснуться. И он летел за ними, он, то, что он не остановится, пока всех не уничтожит. Из-за этого мне Родан и нравится. То, что он не остановится. Он прям такой крутой, прям такой дивовой Родан. И ещё у него есть клюв. Ну, у него нет зубов, но он зубоподобный, и этим он может кусать свою жертву. И когти на крыльях, которые он может хватать и разрывать жертву. А сейчас переходим к третьему месту. На третьем месте у нас расположился король монстров, Годзилла. Годзилла очень силён. И, ну, мы не будем подсчитывать его силы, когда он напитается радиацией. Мы просто подсчитаем его силы. У него есть атомное пламя. Ну, он не использует его редко, потому что слишком много силы расходует. И ещё у него есть когти. Ну, зубы. Ну, лап... На когтях лап слишком маленькие. Ну, то, что лап слишком маленькие, он часто пользуется хвостом и когтями. Ой, то есть зубами. Извините. Ну, и вот. Ещё у Годзиллы есть выносливость. Он показал свою выносливость в фильме 2014 года. Ну, ещё он один из слабых. Ну, я не считаю Годзиллу слабым. Не принимайте близко к сердцу. Ну, потому что в фильме Годзилла 2014 гнулся, и ему легко противостояли. Так что я считаю его на третьем месте. Но я не считаю Годзиллу слабым. Я его люблю. Я его люблю. Он мне очень нравится. Годзиллу моё всё. И Гидора тоже. Ну, и вот. Итак, переходим ко второму месту. В первом месте у нас расположился Гидора. Гидора, конечно, знаю. Этот Титан самый большой из всех найденных. 160 метров. Размах крыльев 300 метров. Длина тоже вроде 300 метров. Два хвоста с шипами. Могучие крылья. Три головы. Короче, много у него преимуществ. При том, с другой планеты. Может, три головы мочь помогает. Просто то, что намного сильнее Годзиллы. Я знаю это. Ну, Годзилла тоже сильный. Три головы, которые могут, как бы, больше наносить раны врагу. Ещё Альфа-звонок. Когда он становится королём, он может стать Альфой. Стреляет молниями из крыльев, из лап, из ртов. Ну, ещё меня шокировал один момент в фильме Годзилла. Два короля монстров. Это вот этот вот момент. Потому что Гидоре не только надо поднять самого Годзиллу. Ему ещё плюс из себя надо поднять. А 141 тонн, 1000 тонн плюс 100 тысяч тонн. Это уйма уйдёт, короче. Но меня больше шокировал вот этот момент. Как Гидора просто одними шеями поднимает 100 тысяч тонн Годзиллу. Представляете, какая у Гидора сила. Он не просто телом, а одними шеями поднимает 100 тысяч тонн Годзиллу. Он весит 100 тысяч тонн, и он его поднимает одними шеями. Это просто фантастика какая-то. Потому что ещё, когда он летел, ему плюс себя надо поднять. Ещё Годзиллу Гидоре надо поднять. Ну, это очень сильный Титан. Ну, сейчас переходим к первому месту. Ну, а на первом месте у нас расположилась королева монстров Мотра. И вы типа такие, почему Мотра? Ты чё, совсем, это же Годзилла самый сильный. Это же он победил там Гидору и всё такое. А не было бы этого всего, если бы не Мотра. Вы просто представьте, тысячи раз меньше Гидоры и не боялась его. Пожертвовала собой. И если бы не Мотра, если бы не она, то Багодзилл бы не стал таким. И не расхерачил бы Гидору к херам собачьим. Ну да. Короче. И она сражалась с Родданом и из всех, из всех четырёх Титанов. Я считаю её самым сильным. Также и самым милым Титаном. Ну, просто поглядите на вот эту вот, вот эту вот красавицу. Ну, просто поглядите. Плюс она может возрождаться. Так что Мотра занимает первое место. Всем пока. Извините, что орала.